Сейчас узнаем, начнется или нет. Раз. Для тех, кто смотрит меня в Ютьюбе, у нас сегодня... Ну, вам не видно, у вас, наверное, в перевернутом виде. Вебинар «Стоимость торта». И пошли на Бизон. Пошли на Бизон. Начать вебинар. Вебинар пишет, что запущен. Это хорошо. Показать без звука у меня. Меня без звука надо показывать. Так, дорогие мои, проверка звука. Как слышно, как видно меня. Так, тут у меня все окей вроде бы как бы. Да, я с таким сейчас... С таким вот видом буду тут двигаться. Ну вот. Так, ждем десятка. Но я сделала, видите, по-другому. Кто меня слушал, предыдущие вебинары. Я сейчас зашла с ноутбука. И с него и картинка лучше. И с него что там еще лучше-то. Да, и с него звук лучше. Да, нормуль. Нормуль Лена решила написать. Остальные молчат. Остальные не нашли, видимо, где еще писать. Девочки, ждем какое-то время еще. Сейчас пока кофе попьем. Да, волшебная чашка. Вот, знакомьтесь. Да. А вам не видно. Вот, смотрите, вот так покажу. С единорогом розовое. Все как положено, чтобы все красиво было. Ага, все отлично. Да, если что, кстати, в телефонах лучше слышно в наушниках. Вот, единорожка. Да, это мне подарила вечерка. Так, подождем еще буквально 5 минут. Да, пока напишите мне, знаете что? Давайте перекличку сделаем. Кто из каких городов у нас, солнышки? Хотя бы примерно. Хотя бы примерно из каких городов. Это мне вечерка. Они на заказ, мне кажется, делали. У меня еще ложечка такая есть. Такая ложечка. Ну, короче, там маленький такой единорожка. Он прикольненький, вообще прям классненький. Молдова-Бендеры, Ростов-на-Дону, Аня Крымкемерова, Москва-Саратов. Ну, в смысле, через запятую. Волок, да. Привет, привет. Солнце мое. Так рада вас всех видеть сегодня, да. У меня записывались, кстати, у нас же очень много народу на вебинар должно быть, но обычно не приходит столько, сколько записывается. Записалось почти 400 человек. Обычно приходит, ну, где-то примерно меньше половины. То есть, если будет 100, это вообще отлично. Если будет 200, это супер. Но 300, я думаю, что не будет. Но вдруг, опять же. Вот. Новосибирск, Нижневартовск. Ой, привет, привет. Москва на проводе. Всем привет, привет. Привет, да. Прокопьевск. Прокопьевск. Я даже не знаю, где Прокопьевск. Где Прокопьевск. Вообще непонятно. Так, организационно все понимают, да. У нас есть окошечко, где я разговариваю. У нас есть окошечко, где я показываю слайды. Слайды видно, кстати, вам? Слайды видно? Давайте пока пишем. Слайды видно, да. И ниже у меня еще есть кнопочка WhatsApp. Видите? Она нам нужна будет в конце, когда мы будем уже там вопросы какие-нибудь задавать или все такое прочее. WhatsApp-кнопку, видите? На нее нажимаете, перекидывает вас сразу в мой WhatsApp в рабочий. А где он? Сейчас я его принесу. Подождите, пока время есть еще. У меня просто 15.01, а принято в 5 минут начинать. Поэтому типа как бы мы еще не начали. Вот. А, да? А, ну, нормально, нормально. То есть ты понимаешь, да, что у меня память как у рыбки. Он пишет, Катя, что вы в прошлый раз тоже не понимали, что такое Приднестровье. Ну вот, это я оттуда, короче. Я непонятно откуда. Вот. Да, да. Я рыбка. У меня еще ничего не понятно никогда. Ненадолго хватает. Так, вот мой рабочий телефон. Рабочий телефон принесла. Он типа билет в Лос-Анджелес. Такая, типа крутая такая штука. Сто рублей стоило. На Авито, по-моему. Или там что-то Wildberries. Ну, короче. С Пензы, привет. Банановая Республика, привет. Вот. Слушай, мне нравится. Вот сейчас картинка мне нравится. Мне как-то кажется лучше, чем с телефоном. Как-то прям хорошо, да? Еще три минуты. Вот. Так, давайте я включу следующий слайд. Вот. Тихонечко. Так, как тут включать-то? Господи, Жаш. Сейчас, подождите. Ага, окей. Да, тут типа круче, круче. Здесь прям хорошо. Видишь, я же не просто так перешла в безум, потому что Инстаграм сейчас меня блокирует. Да, что делать, я не знаю. То есть, ну, а что делать? Вот. Поэтому там как бы не алло. Там мало ли что, там все видео. Ну, все, досвидос будет. Вот. Во-вторых, Инстаграм не дает картинки показывать. А здесь же картинки показываешь. Все, там объясняешь на пальцах. Чем я на доске буду рисовать, понимаешь, так реально удобнее, что я же все заготовила, все красивенько, все хорошо. Это презентация. Она к вам полетит на почту потом всем. Вы ее на почту, не на почту, а в ВК. Вы же у меня все через ВК зашли. В ВК вам я ее все отправлю. В ВК. Протом там быстро сообщения доходят. Ну, то есть, короче, одни сплошные плюсы. Я, честно говоря, довольна. Привет, привет, солнышки мои. Привет, лапоньки. Еще две минутки ждем. И будем начинать, да. Так, слайды тоже видно, да, все видно. Да, и кнопочки можно здесь добавлять. Вот эти вот, как бы, в WhatsApp. Или, например, что-то скачать, например, да. Есть такое. Или перейти на сайт посмотреть. Здесь как бы это вообще прям хорошее. Я типа причесаться решила. Мне кажется, я лохматая. Ну, пусть. Сейчас же модно с прямым пробором ходить. Видите? Типа я с прямым пробором. Тоже модно. Потому что на фотке, вот на фотку, если посмотрите, там я с косым пробором. Это типа не модно. Но там я, опять же, вешу 70 килограмм. А сейчас 90. Поэтому. Так, привет, 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 привет. Ну, я так чувствую, что, наверное, уже практически... О, WhatsApp пишет, что мой номер не зарегистрирован. Да ладно. Ну-ка, подожди, я сама попробую нажать. Ну-ка, подожди. Сейчас идем. Начните. А, ну да, конечно, если Оля неправильно телефон написала. Конечно. А что бы правильно-то быть? Ха-ха-ха. Молодцы. Сейчас, подождите тогда. Да, я тут в настройках поковыряюсь. Оля, молодец просто. Вот так вот. Сохранить изменения. Стройка комнаты. Так, проверяем. Ох, видите, какой я суперклассный этот. Все 16, ну и 80, 18, 35. Вот, все, теперь все окей. Не перейдешь. Да приду я форму, я себе и так нравлюсь. Просто, ну, считается, что все-таки лишний вес, он уменьшает годы жизни, нагрузка на суставы больше и все такое прочее. Ладно, поехали к нашим баранам, девочки мои, солнышки. Пять минут прошло, и пока я рассказываю о том, какая я молодец, я так догадываюсь, что вы в это время тоже все спокойненько. Сейчас я жить тут настрою, чтобы мне было комфортно. Вот. Вот так, 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 так. О, все, да, написали. Сейчас я звук тогда уберу. Вот. Чтобы нас не отвлекало. Все, все работает. Вот, так, если те, кто меня видит, слышит первый раз, прям вебинар придет на почту, не на почту, в ВК, придет вебинар, и отдельно я еще вышлю презентацию, чтобы вы могли, ну, не слушать, что тут слушать, в принципе, одно и то же, я рассказываю постоянно, а чтобы вы могли картинки посмотреть и потом вспомнить все, что там, или просчитать все, потому что там в картинках все-все-все-все-все-все, я прямо рассказываю хорошо. Вот. Есть ли те, кто меня видит первый раз вообще? Я знаю, что очень много людей зарегистрировалось на этот вебинар просто с рекламы, и поэтому мне интересно, есть ли те, кто, в принципе, ну, то есть, что это за женщина? Что это за женщина странная тут такая ходит? Так, раз, один есть, один есть. Там вот еще Наталья, Наталья какая-то, я вижу, когда вы пишете еще. Два есть, два человека, остальные, походу, знают уже все. Давайте тогда быстренько, да, ну, первая, я молодец, меня зовут Ольга Патракова, вот вы видите мою красивую фотографию, это предыдущий у нас класс, огромный был класс, больше 100 метров, сейчас маленький у нас, 40 метров класс, это моя студия, мы в моей студии находимся. Вот, да, не знаю, видно вам будет, не видно вам будет. Вот, ну, то есть, короче, сейчас я, вот она такая, ну, и там вот еще туда, ну, вот так, чтобы, ну, чтобы пример вы понимали. Вот, я начинала делать торты в 2000 каком-то там году, в 2009, 2010 я все время путаю, честно скажу, ну, в общем, давно, честно, 12 лет делаю торты, тортов меня уже немножко поташнивает, и по этому поводу где-то, я сама, кстати, торты уже не делаю вообще, ну, практически не делаю, вот, очень-очень редко беру сейчас на заказ, чтобы, ну, просто как-то, не знаю, быть в форме, что ли, чтобы все равно делать, чтобы как-то в струе быть. Да, но за эти 12 лет я уже наделалась тортов каких угодно, начинала с самого дома, то есть, прям дома, печка обычная, то есть, аэрогриль, я часто рассказываю историю свою о том, как я начинала, как там вот это все было в самом-самом начале, поэтому, если что, там, во всех эфирах я практически с этого начинаю, девочки, да, вот, ну, и смысл такой, что в 2014-2015 годах у нас были миллионные обороты, да, потом немножко снизились обороты, это была именно студия, это именно производство тортов, на заказ хороших тортов, мы снимали помещения, у меня были скульпторы, у меня были пекари, я такая классная сидела, такая все, рулила-рулила, ходила-ходила, договаривалась, договаривалась, сидела, вот, да, и потом к тортам я немножко подугасла, ну, то есть, мне стало не так, может быть, интересно, что ли, с ними, вот, да, и больше я переключилась на обучение, хотя обучаю я, ну, сколько, с 10-го года, наверное, я работаю, с 11-го года я обучаю, ну, то есть, практически сразу, вот, да, и сейчас поэтому больше обучения. Сейчас онлайн огромная школа, ну то есть вот то, что вы смотрите, по сути, это онлайн. Студия в Москве у меня, соответственно, открыла я филиал в Омске. Что еще, производство тортов здесь, в Люберцах. Ну, так по чуть-чуть, короче, осталось, вот так вот скажем. Но опыта вагон, прям реально опыта вагон. И сейчас я прекрасно понимаю, что мы с вами упираемся в то, что важно не столько делать красивые торты, важно не столько, не знаю, как-то их прямо вот так делать или сяк делать, или вот эту технику иметь, или вот эту технику иметь. Потому что сейчас огромное количество мастер-классов, сейчас огромное количество любой, не знаю, какой-то информации в интернете, бесплатных вебинаров. Хотела сказать, с чем жуй, но не буду в этот первый раз, вы еще не привыкли. Ну, короче, много. Какое-то бешеное количество. И мы сейчас упираемся в то, что мы не умеем продавать все с вами. Правильно я понимаю? То есть все, кто у меня сюда подключаются, насколько я понимаю, ваша, ну, одна из проблем, что хочется больше денег, да? Напишите мне плюсики, жалко, что нельзя анонимно, да, писать, что хочется больше денег. Ну, вот просто хочется больше денег, да, потому что конкуренция растет, все растет. Что мы вот сейчас пришли? Мы пришли не просто стоимость посчитать, но мы же не придурки, мы можем как-то посчитать. Мы пришли разобраться, из чего состоит вообще стоимость торта, чтобы можно было ее корректировать и быть в плюсе. Вот, понимаете, да, основная мысль какая. Вижу плюсики, да, плюсики, плюсики. Я вижу столько этих приколов на эту тему. А вот, да, но чтобы мы могли разобраться в этой стоимости, да, и научиться, из чего она стоит, из каких частей, где там, где там нам бабло найти, где деньги-то, деньги-то где, 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 где вот они, да? Да, и для этого мы с вами сюда пришли. Так, ну, все прочитали, какая я молодец, слава тебе, Господи. План у нас очень простой. Разобрать, из чего состоит стоимость торта, это себестоимость, накладные расходы, оплата, труда, прибыль, да, и научиться с этим работать, корректировать, да, ну, тут все достаточно очень-очень-очень просто. Итак, да, я предлагаю вам систему, в которой у нас стоимость торта, рыночная, продажная, состоит из четырех частей. Себестоимость, накладные расходы, сейчас к предыдущему слайду вернемся, себестоимость, накладные расходы, человека, час оплата, труда вашего или там чего-то, и прибыль. Почему невыгодно считать себестоимость умножить на два, на три или на четыре, да? Если у вас есть мысли, пишите мысли по этому вопросу. Почему невыгодно? Почему нет смысла, да, просто взять себестоимость, для чего вот эта вот вся хрень? У меня там 24 слайда по этому поводу написано. 24 слайда я вам написала про стоимость торта, понимаете? Почему бы не успокоиться и не сделать себестоимость, умножили на три, все окей, все супер. Но как вы догадываетесь, схема такая не работает, не вижу, что вы пишете, но, видимо, мысли пока не сформировалось. Если будут, пишите, вот, да, все очень просто, потому что у нас с вами торты разные по сложности, у нас вообще бывают даже изделия разные по сложности. Ну, одно дело вот для меня, например, сделать набор капкейков, да, капкейки, там, кремик, что-то там посыпать, побросать. Ну, вот, другое дело, например, сделать торт. Берешь, делаешь торт, огромный, замечательный, три дня трудишься, фигурки не получились раз, не получились два. Ну, у меня сейчас как бы они уже там с первого раза практически получаются, но все-таки. Ну, вот, да, и, наконец-то, ты такой родил торт, там, неделю мучился, но они что, должны стоить одинаково? Ну, мы догадываемся, что нет, да, все правильно. И обычная, вот, как бы, расчет цены, обычная ценовая политика, когда ты берешь себестоимость и умножаешь на 2, на 3, на 4, на 5, вот, да, она не учитывает вопрос времени. То есть логично, что при одинаковой себестоимости, да, мы еще тратим с вами до хрена времени, да, и бывает, ты торт за день делаешь, реально, бывает торт легкий, спокойный, замечательный, который, хоп, пошел, и все прям, все хорошо. А бывают торты, которые ты делаешь, 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 он реально сложный, хотя там себестоимость не такая большая, он реально бывает сложный. Какой-нибудь там 25-слойный, даже если мы не говорим про декор с вами, он бывает по выпечке сложный, он бывает там, ну, не знаю, прям какие-нибудь продукты там еще какие-нибудь, по работе бывают сложные. Ну, короче, это не может стоить одинаково, или вы один торт делаете, ой, за один день торт делаете, или за три дня торт делаете, окей? Вы мне угукайте там как-нибудь через раз, что типа, Оля, мы еще, мы еще здесь, мы еще, мы еще не отключились, все хорошо. Хорошо, вот, да, угукайте так, Вика пишет угу, все, вижу, спасибо. Так, начинаем с себестоимости. Себестоимость – это самое простое, это первый кусок, пока все понятно, отлично. Ну вот, да, это самое простое, да, вот у меня подсказка, это то, что унес с собой клиент, то есть смотришь на клиентов, дай к нему, смотришь на то, что он унес, и понимаешь такое, что же он унес, да, я написала примерно, да, что он унес, это все продукты по рецепту он унес, по рецепту, он унес с собой декор, он с собой унес коробку, он подложку, визитку какую-то там, веревочку, ну, что-то там поуносил, короче, молодец, да, вот, как это считать? Все достаточно просто, ты берешь по рецепту, вот я написала подробненько для тех, кто в танке, да, потому что я знаю, что такие тоже люди бывают, вот, да, написала подробненько, как я прямо считала конкретный рецепт, берешь рецепт, на этот торт ушло, вот, бисквит у тебя, например, вот и считаешь, мука 200 грамм, да, если килограмм, 1000 грамм стоит 50 рублей, то берешь 50 рублей, мы рубли должны получить в конце, значит, рубли делим на что-то другое, рубли делим на 1000, получаем, вот, сколько там, 0,05 рубля, умножаем на 200, да, получаем 10 рублей, также сахар я посчитала, что, типа, он у нас по 50 рублей, и яйца 8 штук, 73 рубля десяток, значит, 7 рублей за одну штуку умножаем на 8, 58, и так, вот, у нас вот бисквит получился, предположим, да, 78 рублей, есть такой бисквит, у меня такой рецепт, достаточно много его будет, вот, здесь все понятно, как считаем? Все понятно, вот, ну, надеюсь, что да, не пишите ничего, ну, я надеюсь, что понятно, как по рецепту считать, все понятно, здесь все просто, да, то есть мы считаем цену за грамм, умножаем на нужное количество грамм, да, я привела сейчас скриншот, вот этот, видите, картинка, это та таблица, в которой я считаю, у меня есть таблица, она 350 рублей стоит, я думаю, вы все ее купили, там, плюс-минус, вот, да, не купили, в конце, значит, купите, если надо, там, ссылку я дам, вот, да, она мне считает сама, там вот прям все так и есть, за сколько я купила, сколько грамм, сколько цена за грамм и того за этот самый, вот, тут все, в принципе, понятно, аналогично считаем крем, начинку, обмазку, все, где есть рецепт, здесь все-все-все просто, вот, предположим, да, у меня там было 400 с чем-то там рублей, да, все остальное, то, что унес клиент, просто считаем за штуку, просто, таблица супер, спасибо, Викусик, да, просто считаем за штуку, то есть сколько декора, ну, то есть там топперы какие-то вы там потратили, ягоды потратили, да, например, купили фигурку, купили цветочки, купили там еще что-то, коробка, подложка, веревочка, визитка, просто прибавляем тупо стоимость. Есть момент, можно купить в магазине, а можно на оптовые, разница будет приличная. Анастасия, если ты купишь на оптовые, ты купишь дешевле, да, у тебя будет больше прибыль, вот, понимаешь? Ты просто больше заработаешь. В данном случае, так как эту таблицу ты считаешь, ты ее не озвучиваешь клиенту, да, вот это вот все цифры, которые мы с тобой сейчас проходим, да, то это ты считаешь, как есть, вот как есть сейчас, вот как оно есть, как, понимала? Вот, то есть, да, это ты молодец, нашла дешевле, больше заработаешь, ты что? Ну, вот, отлично. С себестоимостью окей, вот, дальше поехали. Накладные расходы, вот, да, и здесь мы обычно начинаем путать уже, то есть расходы, особенно в начале, вот, давайте сейчас расскажу, особенно в начале. Есть такой момент, Оля, я купила миксер, это же расход, я же его купила, я же деньги потратила. Оля, я купила формы, Оля, я купила там, не знаю, красители, Оля, я еще какую-нибудь хрень там купила. И тут мы смотрим, мы это потратили в ноль, и у нас ничего не осталось, и мы опять это должны будем с вами покупать. Или же мы это купили, и оно у нас осталось, понятно, да? Если мы купили, и оно осталось навсегда, тот же миксер, например, те же формы. У меня реально миксеру, вот этому, наверное, лет семь. Предыдущий у меня был один красный, и один серый остался на производстве в Люберцах. Красный сдох, ну, как его можно было починить? Ну, то есть, мы его надолго покупаем, понимаете? Это первоначальные вложения в производство, мы эту стоимость не закладываем. Все ли понятно сейчас? То есть, считаем то, что только реально потратилось. То, что вы на что деньги потратили, и оно у вас как бы потратилось. Давайте я хочу послушать, какие варианты вы мне предложите, а потом покажу ответ, там есть ответ дальше. Ну, вот, понятно, да, понятно, отлично, да, молодцы. Так, что, какие варианты? Ну, вода, свет – это обычно самое простое. Что еще? Что еще? Что вы думаете еще подходит к накладным расходам? Как вы думаете, что, 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 что? Ну, что, ну, что, ну, что? Мешки, да, логистика, да, кондитерские мешки, да, упаковка, ну, в принципе, да, но она у нас с тобой в предыдущем могла быть, это топперы, в предыдущем это унес клиент с собой, да, но она в любом случае здесь в расходах, ацетатная пленка, да, электричество, да, кольца. В предыдущем пункте они у нас с вами были. Это то, что ты и того за месяц потратила. Подложки, да, фольга, да, подложки тоже, скорее всего, ты считаешь, в предыдущий пункт унес с собой клиент, фольга, да, пергамент, мощи и средства, свет, вода, газ, кто там про мощи, молодец, молодец, Лена, мощи, средства супер-супер, мумницы, да, 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 все правильно говорите. Итак, показываю ответ, киски мои, показываю ответ. Красители, если вы покупали конкретно на этот торт, я, например, имею в виду, вы покупали какой-нибудь кондурин сильно блестящий, который у вас весь ушел на торт, да, или там вы в течение месяца его весь потратили, да, помимо этого смотрим, да, 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 который ты выкидываешь после приготовления, Виктория пишет, все правильно, бизин, доставка, курьер, пергамент, бумага для выпечки. Ну, например, ты сидишь такая дома, такая, у тебя что-то не хватает для торта, и ты такая, ё-о, ПРСТ, дай-ка я сейчас закажу из магазина, там 500 рублей доставка, там 500 рублей доставка, и в итоге у тебя получилось полтора миллиона. И ты думаешь, чего ж я ничего не зарабатываю? Вон курьер, видите, курьер. Потому что та доставка, если вам что-то везут, да, например, муку, сахар, яйца, ну, не знаю, обычно из кондитерских магазинов у нас дорогая доставка, ну, то есть 500 рублей будет доставка, приличная. Ну, вот, то это, то есть пока оно там доедется, соответственно, оно уже там плюс 1000 рублей к торту, знаете, как-то прям вообще не очень хорошо. Фольга, цитатная пленка, понятно, лента упаковочная, ну, имеется в виду завят, понятно, красители, те, которые потратились, понятно, моющие средства, одноразовая посуда, полотенце, бумажные, аренда к вам пока не относится, да, у вас пока нет аренды, но у меня вот, например, есть аренда, реклама в Инстаграм, если бы ее давали, вот, да, а кто ко мне дальше пойдет на курс формула, а я про него буду сегодня рассказывать, потому что я уже везде за манухи покидала, покидала, в любом случае, конечно, я же вам расскажу, да, то вы будете знать, как давать рекламу с наименьшими, ну, как бы, расходами. Телефон, если у вас отдельно телефон, вы на него тратите деньги, например, да, ну, то есть до этого вы не думали, что вам нужно, например, там, 500 килотоннов интернета, а теперь вы думаете, что вам нужно 500 килотонн интернета, и вы до него прям платите-платите, бумага обычная и так далее, то есть то, что вы использовали, оно выкинулось, да, и вот здесь мы обычно начинаем уже буксовать, то есть если предыдущий пункт мы с вами все посчитать в состоянии, да, мы понимаем рецепт, видим чеки, вот, у меня как раз за мной, вот эта коробка с чеками, кстати, стоит, вот она, да, здравствуй, да, здравствуй, налоговая, короче, да, то здесь мы начинаем буксовать, потому что реально на каждое, на каждое изделие очень сложно посчитать, сколько чего ушло, то есть ты вроде как с одной стороны такой понимаешь, что вроде, да, у меня же курьер привез сейчас к этому заказу, но и к следующему тоже, я что должна делить на два, и так именно из-за этого мы вот в этот момент обычно начинаем буксовать раз, и обычно в этот момент мы перестаем считать, типа, да пошло, ну все, лесом не буду я считать, ничего я не хочу, обычно у меня вот на этом этапе раньше был псих, и, кстати, я тут хотела рассказать, что это ведь не я придумала, да, это не я такая молодец, ну, то есть я молодец, потому что я это внедрила, да, и я люблю очень это, ну, как сказать, я люблю делиться, да, по правде, реально, вот, у меня тоже в какой-то момент, вот где-то как раз 12-13 год был такой момент, когда вроде как денег до хера, да, девочки, мы тогда почти до миллионных оборотов дошли, вот, их прям, ну, то есть нормально денег, то есть, ну, хорошо, так со старыми деньгами, ну, то есть нормально было, вот, а я чувствую, что как-то вот прибыли-то вот не особо, да, ну, то есть я не считала раньше ничего, вообще, в принципе, ничего не считала, не умела считать, ну, как бы и смысла не видела, типа, деньги же есть, что, алло, заказы есть, деньги есть, все хорошо, ну, вот, ну, тогда я уже занималась, вот только-только начала, первый мой коуч, дай бог ему здоровья, чтобы ему все было хорошо, Богдан, вот, и я Богдану задаю этот вопрос, ну, у меня было кому задавать вопрос, понимаете, слава тебе, Господи, потому что вообще кондитеры, ну, вы не знаю, заметили или нет, очень, ну, как бы тяжело делятся информацией, вот, есть у нас какая-то, ну, у них в плохих кондитерах, есть какая-то такая, знаете, как бежава, что ли, ну, типа, я расскажу, но не все, я поделюсь, но не до конца, вот, да, есть вот у нас что-то такое, у них, у нас нет, у нас, мы хорошие, мы хорошие, вот, да, я тогда Богдана мучила, как мне это считать, короче, ответ вот такой, смотрите, да, то есть мы должны в идеале все расходы, которые у нас есть за месяц, да, записать, записать, вот, да, и поделить на количество заказов, и мы получаем среднюю стоимость на заказ, вот, понятно, что эта цена, ну, не совсем, как бы, вот эта цифра, она не совсем адекватная, да, то есть на что-то ушло больше реально, на что-то ушло меньше, да, но хотя бы ориентировочно эту цифру нужно посчитать. Вика пишет, если заказов меньше 20, то тут ты, а, все, а, все, сама спросила, сама поняла, тут ты смотришь, соответственно, на такую цифру, если у тебя, например, 10 заказов, и больше не хочешь, да, и не будет больше, 10, вот 10 твой предел, все, Оль, 10 заказов, у меня все, у меня все отлично, да, то ты можешь делить и на 10, то есть это твой норматив, но в среднем у нас норматив, если мы работаем прям, работаем, это 20 заказов, ну, то есть, грубо говоря, 5 заказов в неделю, это вот прям норматив, когда ты прям кондитер, вот для меня это вот какая-то такая цифра, я могу 20 и в неделю сделать, конечно, но вообще 20 в месяц, это ты уже молодец, это ты уже кондитер, это тебе есть смысл, кстати, уже не работать на работе, а прямо вот заниматься тортами вообще, то есть на постоянку, так я вижу, что Оля пишет, Олечка, давай, пиши, я вижу, что ты пишешь, пока не вижу, что, вот, да, то есть, вот у меня тоже пример из моей же таблицы, что я там посчитала, я вот не могу, например, рассмотреть, что я там, вот, и так далее, и так далее. Ольга спрашивает, а мы не можем прибавить просто 10% к себестоимости и все? Оль, нет, не можем, потому что пока ты не узнаешь, какая у тебя конкретная цифра, понимаешь, какая конкретная цифра у тебя по себестоимости, ой, по накладным расходам, как ты можешь прибавлять, а вдруг у тебя не 10%, ты свою-то цифру знаешь? Неизвестно. Ориентировочно накладные расходы в начале своего пути, они вообще, это большая цифра. Вот, когда ты уже работаешь много на поток, у тебя очень много вещей автоматизируется, у тебя очень много вещей оптом уже покупаются, у тебя эта цифра, ну, вот, гораздо больше. Вот, и поэтому, к сожалению, вы должны изначально хотя бы раз, может быть, посчитать все полностью, понимаешь? Примерно эта цифра должна быть 200-500 рублей, накладные расходы уже поделенные, понятно? То есть на одно изделие 200-500 рублей. Если у вас цифра больше, больше, это жопа. Ой, боже мой, у нас дети-то не смотрят хоть? Ну, короче, это плохо. Если больше, чем 500 рублей на изделие, понятно? То есть когда уже все поделили, это плохо, это у вас что-то прям совсем все зашкаливает. Вот, если меньше 200 рублей, скорее всего, вы что-то не считаете. То есть от 200 до 500 в среднем по палате. У меня этот вебинар очень часто раньше проходил. И, ну, по стране, я бы сказала, примерно такие цифры – это хорошо. Если больше задумываемся, Альгунь, и вот тут надо тебе как раз и узнать, а ты-то в графике, у тебя-то вообще все нормально. Вот ты-то укладываешься в эту цифру, понимаешь? Или что? То есть тебе надо вот это и узнать. Будешь просто прибавлять, и будешь курьеров себе вызывать постоянно, уйдешь в минус. Вот тут в чем проблема. Что не проблема продать торт, не проблема цену за него поставить, проблема внутри этой цены найти на чем... Потому что мы сейчас разбираем рыночную стоимость, то есть ту цену, по которой вы продаете торты. Мы разбираем ее на части, из чего она должна бы состоять. В моей таблице можно рассчитать, конечно. Вот она есть, видишь, она считает все сама. То есть тут и смысл в том, чтобы разбить на части и найти слабое звено, найти, где ты вообще как бы вылетаешь. Дальше Виктория спрашивает, как посчитать воду, свет, газ, воду, если печешь дома? Всю коммуналку включать сюда. Тут, соответственно, ты смотришь по чекам по своим. Смотри, если ты всю жизнь платила там, ну, предположим, две тысячи, ну, я не знаю, сколько ты там платишь, например, две тысячи, и тут вдруг внезапно свет, вода, и у тебя там увеличились в два раза. Стало четыре. Ты такая, ох, нихрена. И ты видишь прямо, что цифра прилично увеличилась. Ты высчитываешь, ну, хотя бы примерно то, насколько стало больше. Вот эти две тысячи, ты, соответственно, которые и стали больше, ты их прибавляешь. Если ты разницы не видишь, было 1100, сдало 1120, например, да, можешь пока не высчитывать. Также моющее средство, да, соответственно, также электричество. То есть было столько, раньше хватало тебе две, например, или там одна бутылка на месяц хватало, тут ты стала покупать пять бутылок, предположим, да. То же самое с электричеством. Например, раньше ты платила за электричество столько-то, стало намного больше. Если стало чуть-чуть больше, да, ну, то есть какая-то прям, ну, вот реально там на 10-20 рублей или там была одна бутылка, не вижу я особой разницы, можете не считать, как только у вас есть внутри ощущение, что что-то, блин, блин, много стала я тратить, посчитайте. Понятно? То есть это от количества. Ну, кто-то, ну, может, экономный, может, вы без моющего средства моете. Ну, есть же там специальные тряпки, губки там, нет, бывают ученики, которые вот это все пользуют специальные какие-то средства, как-то там все специально моют. Ну, то есть такое тоже возможно, вот, да. Или используете много. Я люблю много моющего средства, я вам сразу скажу. Я его прям до хрена использую, прям очень, ну, я прям люблю полить все этим сиропом, хотела сказать, фэрией, чтобы прям искупалась как следует. Ну, честно. Ладно, поехали дальше. Тут видите цифру, да, для 900 рублей у нас получилось уже с накладными расходами. Это я ориентировочно прибавляю. Ну, какой-то торт простой, я считаю, ну, так, грубо говоря. Дальше про оплату труда. Ну, тут предыдущее все посчитали, оплата труда, да. Что это такое, да. С оплатой труда тоже у нас бывают сложности. Так как неизвестно, что будет у вас дальше, как сложится жизнь дальше, да. Неизвестно, что там у вас будет. Повтор вебинара будет. Это имя реальное, да. Ну, вот. Повтора не будет, будет запись. Будет запись и будет у нас от самой, скинут вам, забыла слово, презентацию. Вот, да. Короче, не отвлекайте меня. Так как неизвестно, что будет у нас дальше с вами, да. То есть кто-то останется дома работать на таком же, например, уровне. Кто-то будет дальше развиваться, открывать уже кондитерскую, открывать, не знаю, какое-то производство, может, большое, небольшое, в зависимости от амбиции, от ваших, да, сколько вам внутри хочется. Вот, да. Обычно, кстати, бывает, кто больше трудится, кто вкладывает, кто, там, не знаю, как-то, не знаю, развивается, тот обычно идет дальше. Но бывает, этого не надо. Это тоже нормально. То есть не всем обязательно, знаешь, к звездам лететь. Мы все разные, абсолютно точно, да. И поэтому, почему я здесь сейчас об этом говорю? Потому что здесь должна быть оплата труда вашего. Вы сейчас основной производитель. Вы сейчас все делаете. Вы сейчас и кондитер, и, там, режиссер, и пекарь, и декоратор, и, там, курьер в каких-то случаях и так далее, и так далее. Потом вы эти все будете, например, задачи делегировать людям, да, и это вот здесь должно быть учитано, да, то есть здесь вот эта оплата труда. То есть сейчас это ваш труд, потом это будет чужой какой-то труд, но он весь здесь. Как его считать? Считать его достаточно просто. Мы считаем количество часов, которые вы потратили на конкретное изделие. Ну, предположим, там, 7, 8, 9, 10, да. Мы не считаем время, когда мы спим. Мы не считаем время, когда торт просто стоит в холодильнике. Мы в это время не работаем. Чтобы себе хорошо представить количество часов, представьте реально, что вы нанимаете человека. То есть он же не будет сидеть, понимаете, такой, и ждать, когда там в холодильнике остынет 6 часов такой. Типа, я же работаю, аля. Вот, да, то есть это то время, когда человек реально производит работу. Вот, то есть вы считаете, в идеале, конечно, время на закупе. Потом вы считаете, сколько вы взвешивали, сколько вы смешивали, поставили в духовку, пошли мыть посуду, это вы считаете. Потом вы пошли смотреть телевизор, не считаете. Вот, потом достали, поставили в холодильник, там, 2-10 минут еще. Дальше потом крем вы тоже там взвесили, сделали, намазали, обрезали, обмазали, декор запихали, посмотрели, пофотографировали, упаковали. Ориентировочно вот так. Вот это время надо все посчитать. Вот, еще раз, это не надо постоянно считать будет. Это не надо. Вам надо определиться с ценами и где-то раз в полгода, наверное, пересчитывать. Да, потому что, ну, раз в полгода меняются цены, меняется время. Вы можете быстрее начать работать или медленнее, или, например, более сложные торты делать. Да, у вас может поменяться, например, какая-то рецептура, да, ассортимент может поменяться. Ну, где-то вот так вот. Вам хотя бы раз надо посчитать, чтобы узнать вообще картину мира, как оно по жизни. Дальше мы узнаем зарплату по региону. Ну, так мы посчитали количество часов, ну, предположим, там, не знаю, 5, 6, 7, 8, да. Дальше узнаем зарплату по региону. В каждом регионе разная зарплата. То есть она бывает и 20, и 30, и 40, и 50, вот, да. У нас в Москве и 100 тысяч бывает. Мы берем среднюю. То есть берем самую маленькую, берем самую большую, складываем, делим пополам ориентировочно. Ну, вот, да, и рассчитываем час работы обычного кондитера, кондитера, обычного кондитера. Для этого мы берем всю зарплату и делим на количество в среднем часов рабочих, это 160-170, где-то, ну, на 170 делим ориентировочно, на 170 часов. Да, и дальше уже умножаем собственную цифру, конкретнее. Вот, да, я посчитала, чтобы тоже был у вас пример, и чтобы он у вас остался в презентации. Замес бисквита, крема, обмазка, упаковка, декор, и тогда 8 часов. Зарплата в Люберсах, вот она, 40 тысяч на 170 часов, это 235 рублей в час. Понятно? И дальше я умножила 8 на 235. Итого за работу получилось у меня 1880 рублей. То есть как бы так немало вообще-то. Чувствуете? Вот. Соответственно, итого с работы прибавила я 2781. Понятно? Понятно? Так, углубните мне на этом этапе, кисочки мои. Углубните, пожалуйста, до этого этапа всем ли все понятно или еще остановиться. Вот. У нас зарплата 10-15 тысяч. Так, ну, предположим, 15 тысяч разделить на 170 часов. Это значит, у тебя 88 рублей в час зарплата. Вот. 88. Это не у тебя, это у кондитера. Ты пока, ну, как бы две должности воспринимаешь, да? Вот. Так, Юрия, Юрина, Ксения. Ксения, у нас с тобой себестоимость с продуктами попутно потратилась. И еще твоя работа, часы мы сейчас считаем. Оплата труда – это человека час. Вот он получился 1880. И внизу я прибавила себестоимость, продукты, накладные расходы и работу 1880. Если зарплата в 700 рублей, 700 рублей, зарплата в 700 рублей. Аня не поняла вопрос. Сколько стоит работа? А, у тебя этот самый 700 рублей в месяц получат. Ты не можешь на 170 разделить 700. Девочки, как это делается? Показываю. Берем калькулятор. Берем 700 рублей. Нажимаем кнопочкой «разделить». Делим на 170. Потом равно. Получилось 4 рубля, запятая 1. Ну, вот. Да, делаем так. Ну, вот я так это считаю. Думаешь, я как-то… Вот. Насчет будет дорого, клиент не поймет. Сейчас дойдем. Да, будет дорого, клиент не поймет. Вообще, у нас слово «дорого» используется только в одном единственном случае. Или мы медленно работаем, ну, реально прям по правде дорого. Или, скорее всего, чаще всего, да, это значит нет клиентов. Вот. Так. А, вот. Аня спрашивает, почему 170? Смотри. У нас с тобой в среднем… Да, в среднем. 170 – это среднее количество часов, часов, да, часов в месяце. У нас с тобой 30 дней в среднем в месяце. Из них по-любому 8 выходных, 22. И из них 8 рабочих часов, 176. Но не всегда бывает 30 дней в месяце, иногда бывает меньше, иногда бывает больше. И поэтому эта цифра, количество часов, 176, она, ну, гуляет немножко. То есть в каждом месяце разное количество рабочих часов. И когда ты рассчитываешь уже, когда ты работаешь, так, все остальные, все не слушают. И когда ты работаешь уже, ну, там, не знаю, зарплату начисляешь кому-то, то чаще всего, вот как мне, например, человек отработал 3 дня в этом месяце, я ему за 3 дня должна заплатить. Я беру всю зарплату, делю на реальное количество, там, например, дней, делю на реальное количество часов и считаю ему уже, там, если в днях, то за дни могу посчитать. А если в часах он, там, 3 часа отработал, то могу в часах им прям посчитать. То есть я беру конкретно. Но нам для того, чтобы примерно сориентироваться, мы берем примерно 170. Ну, типа, как бы, 170, да. Можете на 160, можете на 180 делить. Ну, хотя бы какую-то цифру надо. Да, дальше Елена у меня, да, пишет, как же дорого. Мы же в новичке и так далее, и так далее. И здесь тоже я хочу поставить некую такую границу. Смотрите, у нас есть четкая граница, называется, начинаю работать за деньги. Да, и сейчас мы до этого дойдем с вами. Вот, начинаю работать за деньги. То есть до этого ты тренировалась на кошках, до этого ты там делала подарки на праздники, до этого ты делала, предположим, там, еще что-то и так далее, и так далее, и так далее. Да, ты какие-то курсы прошла, например, еще, да. И вот в какой-то момент ты поняла, все, теперь я кондитер, все, я работаю за бабло, все, теперь у меня цена такая-то вот за торт. Чаще всего, как мы делаем, мы посмотрели, почем продают, ставим такую же цену, не разбираясь. И мы не знаем даже, у нас вообще эта цена адекватна. То есть, ну, как бы вроде покупают, а мы-то с этого сколько имеем. Мы-то вообще, как бы мы вплюсили, в минусе. И поэтому мы сейчас разбираем на составляющие. Да, вы новички, вы будете меньше зарабатывать. Да, вы новички. Вы там, ну, грубо говоря, торты у вас, может быть, будут чуть похуже, например. И то. У меня бывают, новички приходят реально золотыми руками. Лена, ну, недооценивайте себя, да. Может быть, у вас все хорошо. Не важно, сколько времени ты делаешь торты, если ты делаешь хорошо. Если ты делаешь плохо, у тебя еще не перешел рубеж. Ты еще не делаешь за деньги, ты тогда еще тренируешься. Понимаете? И тогда мы вкладываем, вкладываем, вкладываем. Пока мы тренируемся, мы не зарабатываем. Мы реально вкладываем. Вкладываем в обучение, в образование, в красивые фотки, не знаю, в тексты, там, еще что-то в оборудование вкладываем. Но в какой-то момент вот прошла эта граница. Все, я теперь должна зарабатывать. И вот мы от этой границы сейчас вам пляшем. Вы на этой границе все. Понимаешь, Лен? Вот вы на этой границе. Дальше что делать? Считаем. Вы должны сначала посчитать, вот как оно есть. Вот смотри, начала переходить. Молодец, молодец, да. Вот, да, как оно есть. Вот, да. Дальше вот он там, замечательный слайд. Вот, да. Да, да. И у нас помимо этого еще должна быть прибыль. То есть помимо нашей зарплаты, да, у нас с вами вообще-то должны еще оставаться. То есть это еще не конечная стоимость. Понимаете? Вы сейчас все в ужасе там плачете и говорите, Оля, как мы будем продавать по такой цене? Боже мой, что делать? Я прям слышу, Оля по такой цене не купит. Не купят? Так вот, о чем я вам и говорю. Да. Если вы продаете торты по цене себестоимости, видите, да, это хобби. Это пока что у нас с вами, это не приносит нам денег, да, это только расход, это хобби, да, ну или обучение. Если вы укладываете туда же накладные расходы, вот, да, то тоже это хобби. Или обучение, но это тоже пока что расход. Вот, денег это не приносит, понимаете? Как только вы научились продавать, да, или у вас там внутри, вы понимаете, что вроде как можно продавать, и вы посчитали, и у вас вот предыдущая сумма, две с чем-то, да, получилась у нас. То есть у вас еще оплата труда, вроде как почесовка влезает, да. По идее, вот эта почесовка, вот эта, да, это вы бы работали на наемной работе и получали бы эти же деньги, правильно? Ну, то есть мы же считаем-то, исходя из этого, если бы вы пошли на какую-то работу, да, кондитером в своем городе, вы бы столько и получали за то количество часов, в которое вы работали, ну, плюс-минус. То есть это вы еще наемный работник, это вы еще не бизнесмен, это еще не бизнес. И как только появляются еще деньги сверх этого, как только у вас появляется прибыль, я сейчас расскажу все, что делать, не пугайтесь. Вот тогда это уже бизнес, тогда вы уже, как бы, ну, вы уже владелец бизнеса, и вот тогда у вас есть развитие, потому что вот эта вот сумма прибыли, да, вот она, она дает вам возможность уже, да, откладывать на что-то или тратить на какое-то оборудование, на развитие, на курсы, на наемный персонал, на там другие какие-то штучки, дрючки непонятные, да, там, не знаю, на какие-то излишества, на поездку там еще куда-нибудь там в Сочи у нас только сейчас, да, мы только в Сочи можем съездить с вами, вот, да, то есть больше ничего из этого, ну, то есть, потому что твоей зарплаты наемного сотрудника, по идее, хватает, ну, пить есть, за квартиру заплатил, все вроде хорошо, да, ну, так в среднем, да, по региону, опять же, смотри, какая зарплата, вот, но она развиваться не будет, то есть вряд ли ты отложишь деньги и снимешь помещение, вряд ли ты там, например, откроешь производство, если у тебя вот впритык раз-два-три пункта, понятно, зачем нужна, да, зачем нужна прибыль, да, как ее считать, достаточно просто, ты просто прибавляешь к конечной стоимости желаемую прибыль, 10% мало, 20% нормально, 30% отлично, понятно, примерно так, то есть еще у вас должна быть сумма, и наш торт получился 3337, вот, да, я прибавила 20%, вот, 3337, вот, и, соответственно, получили мы эту цифру, посмотрели на нее, и у нас дальше два пути с вами, да, два пути, вот, да, два пути, и тут вы видите, да, переходим к последнему пункту нашего замечательного вебинара, Леночка, я жду тебя, что ты там напишешь, да, вот, да, и тут вы увидели наконец-то, да, и тут вы увидели наконец-то желаемая стоимость, такая-то, а реальная, и наконец-то вы увидели, что, так, стоп, подождите, а что мы считали желаемую стоимость, это что такое, Оля, чувствуете какой-то, да, подвох, подвох в этом, вы чувствуете подвох, вот, да, да потому что мы-то посчитали, как мы хотим, вообще-то у нас так получается, вот столько должен стоить мой торт 3337, то есть, типа, а, лед, а дальше-то что, а я могу по такой цене продавать, или я не могу такой вот, я знаю, да, что такая вот, да, или я не могу заплатить по такой цене, все очень просто, реальная стоимость – это та цена, которую люди готовы заплатить за ваш торт, да, вот, и тут бывают у нас несколько моментов, то есть, или люди готовы заплатить эту сумму, или не готовы, и ты сидишь такой дома и думаешь, да, а как узнать? Очень простый ответ у вас, соответственно, на экране – провести конкурентную разведку, каким образом проводится конкурентная разведка. Итак, внимание, рассказываю. Берем чужой телефон, чужой телефон, открываем Инстаграм, пишем «Торт Москва», ну или там торт, что у нас там был, Новосибирск, торт Нижневартовск, торт там, кто, Прокопьевск, город, который я не знаю, где находится, вот, пишем, да, и смотрим на них на всех. Дальше с чужого телефона пишем им «Здравствуйте!» Вы знаете, я хочу заказать вот такой-то торт, и отправляем фотографию нашего торта, понятно? Подскажите мне, пожалуйста, то есть своего торта прям, ну, видел человек там, не знаю, в интернете, он же не в курсе, вот, подскажите мне, сколько будет стоить? Я пока, типа, провожу, мне интересно, там, через два месяца день рождения у мамы, вот она попросила, неважно там все, сколько будет стоить, да? И вы узнаете, да, почем этот торт сделал бы конкурент, который уже делает торты. И поймете разницу, ну, то есть поймете, ну, вилку получается, да, что этот торт, да, человек сделает там за больше-меньше денег, вот, и так далее, и так далее. По сути, вы получите две разницы. Или у вас получится все дешевле, чем ваши три, например, да, там, сколько там, две семьсот, сколько там, три четыреста, да, у нас торт получился, вот, да, или же получится у нас, соответственно, больше, да, вот у нас, да, все цифры больше, чем ваши три четыреста. Я такой, я округлила три триста на три четыреста, да, то есть получается или больше, или меньше, но обычно так бывает, да. Если у вас все цифры, которые вы узнаете от конкурентов, меньше, то есть ты себе насчитал три триста, там, сколько, тридцать семь, сидишь такой довольный, думаешь, ёпы, РСТ, да я звезда, а сейчас буду за три тысячи торты продавать. Проводишь конкурентную разведку и узнаешь, что твоя соседка справа, она за тысячу пятьсот такой торт готова делать, та за две пятьсот, та за три, та за две семьсот, и ты такая сидишь, понимаете, да, и охреневаешь, типа, а, Василий Батькович, а что делать-то? А делать-то что, а у меня три четыреста получилось? Я, получается, что, неправильно посчитала? Нет, ты все посчитала правильно, это то, как у тебя сейчас, и твоя цена сейчас неконкурентно способная, понимаете, да? Вот в чем прикол, у тебя цена неконкурентно способная, то, как ты сейчас делаешь, непродавабельно, вот, да? И по этому поводу надо сделать корректировку, смотрим на график. Леночка, вижу, пишешь, я смотрю, 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 да, все, да, смотрим на график, да, вот. Моя цена синенькая – это себестоимость, зелененькая – это накладные расходы, желтенькая – это у нас, получается, работа, и оранжевенькая – прибыль, да? А рыночная цена, если я все ужимаю, да, она явно меньше. И твоя задача – понять, где тебе ужаться. Вот прикол в чем. Понимаете меня? То есть твоя задача сейчас, если вдруг, я написала «бедный район», ну, реально, покупательская способность маленькая, люди не готовы много платить, с этим тоже можно бороться, может быть, там специально обвален рынок, но это не на этом курсе мы сейчас с вами будем проходить, вот, да? То есть твоя задача – ужать все пункты. Может быть, если есть возможность, чуть-чуть взять рецепты подешевле, не все рецепты будут конкурентноспособные. Может быть, чуть-чуть поменьше сделать накладные расходы, посмотреть, может быть, есть возможность там по доставкам сэкономить, не знаю, бумагу сэкономить, сахар покупать дешевле. Ну, я условно говорю, это уже к себестоимости, да? Ну, предположим, да? Как-то формировать доставки, может быть, с кем-то в каких-то закупках получаться, чтобы коробки дешевле получались, еще что-то. Может быть, есть смысл не сидеть по три часа фигурки херачить, понимаете, да? А сделать попроще или вообще не делать с фигурками торты. Может быть, у вас, например, торты с фигурками хуже продаются, они неконкурентноспособны. Я, например, говорю, то есть, может быть, по декору сделать какие-то корректировки, чтобы у вас часов меньше получалось. Прибыль в данном случае я оставила, такую же, кстати, если вы видите, да? Так, чтобы вы теперь укладывались в эту стоимость. Понятно? Вот. И тут мы сталкиваемся с тем, а как обычно происходит? Обычно, если ты просто ставишь рыночную стоимость, да? Возвращаемся, помнишь, Лен, к тому же? Почему нельзя просто стоимость поставить, как на рынке везде, и все будет окей? Если ты просто ставишь рыночную стоимость, вы видите, да? А делаете-то вы как верхняя, соответственно, как это называется, шкала, да? То получается, у тебя будет в рыночную стоимость укладываться себестоимость, накладные расходы, но даже работа уже не полностью укладывается. Понятно? И вы будете работать без прибыли. Вот это к чему. Вот, да? И когда ты посчитал, как оно есть по правде, тебе получается легче скорректировать и посмотреть на конкретные цифры, да, что тебе ужать, да? То есть над чем тебе поработать. Может, не брать пока сложные торты, да? Чтобы ты тратила не 8 часов на торт, например, а 5 часов. И ты знаешь, что если у тебя на торт уходит больше 5 часов, ты уходишь в минус. Может быть, тогда доделать наценку или еще что-то. Понимаете меня? То есть ты вдруг получаешь, когда ты все посчитал, инструмент для измерения. Ты теперь, видя перед собой прозрачно, из чего состоит твоя стоимость, откуда взялись вот эти 3-400, да? То ты вдруг в этот момент, понимаете, получаешь картину прозрачную. Ты вдруг понимаешь, что ёбарс, еще 8 часов ты над этим тортом-то тружуешь. Вот за 3 часа можно научиться делать. Что ж я вот это? То есть ты видишь свои сразу цифры. Ты видишь, что накладные расходы у тебя какие-то бешеные. Ты видишь, что ты работаешь без прибыли. Или там, соответственно, 10% прибыли ни о чем, когда ты вдруг посчитал, да? И так далее, и так далее, да? Это самая частая распространенная ситуация, когда твоя цена получается больше, чем вообще готовы люди покупать, да? И чаще всего вы так и делаете. Вы не продаете за 3 тысячи, вы продаете за 2 там с чем-то, за 2 500. Но вы при этом просто не догадываетесь, что вы вообще-то в минус работаете. Вот тут какая проблема, да? А вот другая ситуация, когда твоя цена самая низкая. То есть ты проходишь, проводишь конкурентную разведку и узнаешь, что все заразы в твоем городе этот торт делали бы дороже. И ты реально лох. То есть ты реально сидишь со своими там 3-400 и думаешь, а какого хера там? Почему так происходит? И вот это называется низкая самооценка. С этим как раз сталкиваются очень часто начинающие кондитеры, которые, ну я же начинающий, я же не могу брать много денег, забейте, я вам разрешаю, я вам разрешаю. Все, разрешение от Патраковой. Если вы реально такой торт свой прислали конкурентам, и они вам сказали, что этот торт дорогой, он охрененный, сложный, и мы готовы его делать там вон за 5 тысяч, да, то получается, что вы лохундель просто. Вам надо просто-напросто, и так смотрим на корректировку, продавать просто тупо дороже, да, и у вас вырастет прибыль. Просто вы будете получать прибыль, и смотрите, сколько там прибыли. Нормально там прибыли получилось, там 500 тысяч рублей там примерно прибыли получилось. У вас просто будет прибыль больше. По сути, когда вы смотрите вот на этот график, синее и зеленое, синее и зеленое – это расходы, а желтое и оранжевое – это вообще-то ваша прибыль. Ну то есть это зарплата и прибыль. Понятно? У вас просто будет больше денег. Просто тупо больше денег. Просто поставьте дороже, и все. Потому что, ну вы сейчас демпинг, по сути, устраиваете, да, то есть вы просто всем людям не даете продавать дороже, да, у вас самая низкая цена по палате. Хорошо, поставьте, ну там вот следующий был, например, следующий там у вас 3 400, следующий 4, ну поставьте 3 900, хорошо. Вот. Дальше. Аня спрашивает. Есть такой вариант – поднять цену, а заказов не будет. И так очень часто бывает, когда цену поднимают неправильно. Вот. Следующий пункт там, следующий, который я рассказываю, я рассказываю про курс, про формулу денег, да, это новый мой курс конкретно по деньгам. Потому что, ну мы сейчас все упираемся в то, что надо научиться продавать, надо научиться, не знаю, как-то правильно себя позиционировать, вот эти соцсети как-то вести. Потому что по правде так бывает, я с этим сталкиваюсь постоянно, что вот хорошие торты и говно, но вот эти говняные торты, у нее соцсети прям такие фотки, и там вроде этот торт непонятный, кривой, косой, а вокруг так красота такая, и все такое здоровское, и она продает дорого-дорого-дорого-дорого. Так вот к чему я, Аня? Вот это подробно я буду рассказывать там, потому что есть несколько методов, как поднимать стоимость правильно. Их несколько. Но пока самый простой, вот, да, самый простой метод, сейчас тебе расскажу. Итак, самый простой метод, как поднимать стоимость правильно. Да. То есть, во-первых, ты должна понять, что надо поднимать, ты внутри должна быть уверена. Это, наверное, самое первое. Тогда ты должна в этом убедить себя, свой мозг. То есть ты реально должна провести конкурентную разведку и понять, что ты лохундель. Прям ты вот прям вот, ну вообще, ну блин, ну то есть все в два раза дороже продают, а ты вот прям сидишь тут и дерево-дерево. То есть, ну типа, а что тебе мешает? И ты вдруг понимаешь, что тебе, ну, как бы мешает. Вот, да. Итак, метод первый, который я рассказываю, который один из таких самых, наверное, есть другие. Ну давай, самый простой, чтобы что-то, да, тебе ответить. Вот. Предупредить, дорогие мои, с такого-то числа, вот, Олесю почитайте, вот, да, с такого-то числа, ну, предположим, вот сейчас мы вебинар ведем, я просто не знаю, в записи он когда там будет у нас, 10 мая. Вот, да, предположим, с 1 июня, дорогие мои, стоимость повысится на такую-то сумму. Все, кто успеет заказать до этого числа, да, будут у меня, соответственно, по старой цене. Вот. Светлана, запись будет, убегай. Вот, да, все, кто успеет, получат у меня по старой цене. Вот. И ты с одной стороны их, во-первых, взбодрила, да, да, а они у тебя назаказывали, вот, и, получается, ты всех предупредила. Ну, то есть где-то вот схема примерно такая, она чуть посложнее, но в целом, ты предупреди просто, что будет цена такая-то, да, что вы до такого-то, то есть не мгновенно подняла и сидишь такая, знаешь, без заказов. Ну, вот. Также, если у тебя есть постоянные заказчики, блин, все, вам рассказываю уже с формулы. Короче, если есть постоянные заказчики, я не могу еще, я же не могу ничего скрывать, да, то их можно предупредить в личку прям, да. Да. Так, рассказываю, да, про стоимость торта. Это понятно, что это одна из тем, которые охватывают, ну, то есть про деньги, да, про то, как продавать, как продавать больше, лучше. И когда у тебя до хрена клиентов, когда к тебе валят заказы толпой, когда ты реально выстраиваешь очередь, и ты начинаешь отказывать, понимаете, вот представьте себе такую жизнь, да, вот тогда ты уже спокойно, ты тогда не будешь эти вопросы мне задавать, что почему там я не могу там дороже поставить, боже мой, у меня заказов не будет или еще чего-то, потому что, по сути, практически все кондитеры, ну, сейчас грубо скажу, ну, мы не понимаем, откуда вообще берутся заказы. Мы как бы вот этой схемы, что ли, не понимаем. У нас практически у всех есть такое ощущение, знаете, что, типа, ты выложил пост в интернете, и тебе сразу должны заказы пойти, да, ну, есть такое же. Ну, то есть, типа, ты написал такой классный, все, типа, все, я делаю торты, и ты такой сидишь, ждешь тоже такой, ну, че, че, где, 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 вот, а тебе нигде, где, где. Вон, Любовь пишет, что я даже не могу представить, что будет много заказов. Это реально. Ну, просто поверь, что это реально. Просто поверь, что это реально. Ну, вот, но для этого нужно освоить другую профессию, новую профессию продавать. Ну, вот, а там много разных подводных камней. Во-первых, психика наша, она считается продавать плохо. Ну, мы знаем, да? То есть, типа, наживаться на людей, на других плохо. И продавать низко. Это какая-то самая профессия торгаши. Раз. Во-вторых, мы чаще всего не умеем это конкретно делать. Конкретно. А как это делать-то? Алло. Да? И именно поэтому я вот этот курс, соответственно, сделала. Смотрим. Блок один. Базовая упаковка и знания об Инстаграм. Как разработать аватар? Что делать с ним? Что такое ключевые запросы? Шапка, ссылка, актуальные истории с безопасностью аккаунта. И много буду рассказывать про безопасность. Подключение бизнес-профиля. Как работает лента в Инстаграм? Правильно. Использование хэштегов. Раз. Блок номер два. Он мне почему-то туда перешел, да? О том, как визуально оно должно выглядеть хорошо, красиво. О чем писать? Как фотографировать? Соответственно, как выстраивать систему вот эту всю? Да? Контент, план. Какие бывают там, вон, продающие, полезные, ассортиментная матрица? Что такое литмагнит? Он зачем вам нужен? Вот, да? Соответственно, тут же мы будем говорить. А, про рассылки дальше мы будем говорить, да? Блок три. Немножко про построение бизнеса и психологию, да? Как работать с собой? Что делать, если у тебя там не продается? Что делать, если тебе стыдно, неудобно, еще чего-то, да? Конкретно, как бизнес вообще строится? Откуда идет? Там есть же схемы работы бизнеса, да? Чтобы вот это все у вас встало в голове, чтобы оно все хорошо построилось. Это записанные видео, вот эти три блока. Это предработа, предстартовая подготовка. Они все записаны, они все. Соответственно, у вас будут в доступе вообще в постоянном раз. Сколько уроков видите? До хрена. Помимо этого, 7 июля я буду вести живые лекции. Лекции о том, как работает сториз. Как? Потому что сейчас очень много работает в сториз. Ну вот. Соответственно, как работает, что у нас там? Рассылка, как с этим работать. Как работать с конкурсами? Как работает вообще конкурсная механика, да? И вот эти 8 лекций, они все у вас с домашними заданиями, и они нацелены как раз на привлечение клиентов, на рекламу и привлечение, на рекламу и привлечение. И у вас вот от этих лекций, то есть первая это как бы подготовка, а эти 8 лекций, они вам дают не просто пинок под жопу, честно. Я не знаю, там какое-то ракетное топливо у вас появляется. Вот. Да? То есть оно бешено-бешено-бешено работает. Вот. Елена спрашивает, что у меня нет клиентов, я на пенсии, никого нет, соседи пенсионеры, в новом доме, знакомых близких нет. Это обычная ситуация. Ленуль, потому что ты, как сказать, в своей жизни, да мы так сейчас все, пересекаемся с очень небольшим количеством людей. Понимаешь? Вот. То есть, ну вот реально, то есть как ты рассуждаешь? У меня рядом никто не живет. Ну скажи, у тебя, ну в пределах полчаса езды тоже никто не живет? Понимаешь? Живет ли кто-то у тебя в полчасах езды от тебя? Так вот надо заставить людей узнать о тебе. Понимаешь? Для того, чтобы узнать, тебе нужно, соответственно, с этим работать. Как они будут узнавать? Через что они будут узнавать? Как о себе рассказывать? Что рассказывать, чтобы не отпугнуть людей, чтобы не было купи, 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 купи? Вот. Для этого всего, соответственно, у нас есть курс «Формулы денег». Старт этой «Формулы» у нас 7 июля живые лекции. И до этого я вас подключаю, и у вас будет доступ к лекциям записанным. То есть все предыдущие первые три блока, они у вас и так, и так будут записаны. Это первый поток. Первый поток. Поэтому цена дешевая. Я написала вам для сравнения, что таблица стоит 350 рублей, чтобы у вас для сравнения все было. Тариф «Я сама» будет стоить 2 900. Для вас скидка 50% – 1450. Тариф «За ручку» с Олечкой. Это я вас буду всех, соответственно, за ручку вести, все подсказывать. Из плюсов огромных в этом тарифе я помогаю разобраться с Фейсбуком, с рекламным аккаунтом, потому что мы это будем проходить, нам это надо. Будет также все в картинках, красивенько, также все будет, можно будет повторять и смотреть, и смотреть. Ну вот, соответственно, надо забронировать, чтобы получить такой скидос охрененный, надо забронировать всего дня. Для этого нажимаем кнопку «Ватсап», нажимаем кнопку «Ватсап», хочется, написала, пост и повалилась. Да, все верно. Так и есть, Олеся, так и есть. Да, что мы-то думаем, что ты пост написала, и все, как бы, что? Давайте все идите, а не работает сейчас так, понимаешь? Поэтому вот огромная программа, поэтому много чего нужно сделать. Ну, общий смысл, надо проявлять активность, но только правильно. Вот, да, цена для брони место сегодня. Для брони надо написать мне в «Ватсап», да, кнопочку нажать в «Ватсап», и для брони нужно будет внести для тарифа, я сама, 500 рублей, для тарифа за ручку с Олечкой нужно будет внести 900 рублей. Вот. Сегодня, сегодня, девочки, да, сегодня. Цена такая только сегодня. Вот, так, Валентина пишет. Пенсионер загрузила одноклассники, сарафанное радио, пошли заказки, живу, заказы живу в поселке в небольшом. Отлично, молодец. Вот. Если ты загрузила одноклассники, это не сарафанное радио. Сарафанное радио – это у нас с тобой немножко другое. Сарафанное радио – это из уст в уста. Это когда ты кому-то рассказала или принесла торт, одноклассники – это у тебя уже сработали соцсети. Вот. И раз у тебя есть заказы, да, то сейчас Елена, вот, Прокопенко, должна посмотреть на тебя и сказать, вау, вау, ура, ура. Неужели все может быть? Конечно, может быть. И я вам точно говорю, что если работают одноклассники, вот. Слушай, ну это зависит еще от города. А, ты в небольшом поселке живешь. Если работают одноклассники, значит, у вас будет работать и Инстаграм, и ВК. И схемы там примерно одинаковые. То есть оно примерно одинаково работает, потому что весь интернет, он примерно одинаково работает. Понимаете? Нужно понимать, что ты делаешь, активно действовать. По сути, как бы, по сути, да. Никаких там таких открытий. Ну прям, ну, понятно, что там про конкурс на механику вряд ли, да, вряд ли вы там встретили еще что-то. Такая очень редкая информация. Вот, да. Но по сути все достаточно откровенно. То есть все достаточно очевидно, все достаточно простое. То есть нужно, чтобы у тебя был хороший аккаунт в Инстаграме. Нужно, чтобы там у тебя реально люди, людям ты нравился. Нужно, чтобы у тебя по правде, не знаю, заинтересовывать, чтобы им нравилось. У нас есть тоже с вами сложность. Я об этом тоже говорила уже, что торты заказывают намного реже, чем те же ногти, чем, не знаю, ресницы, чем парикмахерские услуги, да. Это более редкое. И для нас вопрос привлечения новых клиентов – это постоянный вопрос. Вот, постоянный вопрос. Сейчас вот все Валентине Зайцевой пишут сразу, что она пишет, что фотки увидели, и все начинают спрашивать друг друга. Валентина Зайцева, дай бог, вот, чтобы у тебя все так работало. В нашем случае, в большинстве случаев так, к сожалению, не работает. Он, Олеся пишет, написала пост, и ничего нет. Ну вот, да. И, скорее всего, я так догадываюсь, что Валентина Зайцева работает по очень маленькой стоимости. Ну, у меня такое вот ощущение, да. Да, вот, все правильно, да. Солнышки мои, я ведь не говорю, что те методы, которые, как сказать, живая продажа, что она не работает. Работает, конечно, само собой, но если хочется большего, то и надо делать большего. Предлагаешь свой торт и правильно делаешь. Если нравится заказы, правильно делаешь. Но ты вживую сколько можешь в день предложить своих тортов? Понимаешь? То есть вживую мы реально можем предложить тортов, ну, сколько в день? Ну, 10 человек, ты поймешь, ну, 20, да. У тебя, в общем, люди-то закончатся. Вот. В большинстве случаев... У меня какой-то шум за стеной. Да, в большинстве случаев это все. А если ты работаешь с интернетом, да, то есть если ты работаешь в соцсетях, соцсети рулят. Я понимаю, что поколение постарше, да, постарше очень сопротивляется. Я прям чувствую ваше сопротивление. Вот такой, знаешь, как бы такой прям момент. Ну, вот, да, да. У вас просто будет возможность показать свои торты, где не 20 человекам, а 50 или 100, понимаешь? Или там, не знаю, тысячи, несколько тысяч. Ну, до миллиона нам всем далеко пока что. Вот в чем дело. Ну, вот. Да. Наталья пишет, что когда я даю попробовать, нравится, спрашивает, да, и рецепт. Это не твой клиент. Это реально не твой клиент. Просто не твой клиент. Да, честно. Так, у нас основная часть закончена. Все, кто торопятся, могут уже отключаться. Сейчас я закончу еще. Когда совсем закончу, то вышлю всем, соответственно, презентацию, а повтор вышлю только или ночью, или завтра. Потому что повтор, он должен смонтироваться. Он еще какое-то время, ну, как бы делается. Вот. Да. И сейчас поотвечаю на вопросы, девочки. Я не заканчиваюсь. Не заканчиваюсь. Я это самое... На вопросы отвечаю. Так. Наталья спрашивает про рецепт. Рецепт не нужно? Да, конечно, не нужно. Вы чего? Само собой. Это не твой клиент. Потому что когда спрашивают, да, я рецепт, они не понимают, что это ты работаешь. И это тоже такая, знаешь, ловушка. Когда ты в своем окружении находишься, среди своих родных, близких, там, еще каких-то, ты же их до этого кормила бесплатно. Ну, по сути, да. То есть ты там на работу приносила что-то попробовать. И вот этот момент переключения, что все, а теперь я за деньги работаю. Он обычно людьми воспринимается достаточно негативно. Достаточно, я бы даже сказала, агрессивно часто. То есть типа, а какого хера? Ты что это тут, зарабатывать на мне решила, что ли? Ты что, столько на продукты, что ли, потратила? То есть бывает вот такой, понимаете, момент, прям агрессивный. Да. Вот. И это связано с чем? Им очень сложно переключаться с того, что ты была подружка, а теперь ты типа как бы на ней зарабатываешь. Вот. И мы это можем с вами перешагнуть только в вере. Просто ты внутри должна верить, что кому-то твои торты нужны. Кому-то кто-то готов за них платить. Это тоже психология. Понимаешь? То есть это как... Они нас, по сути, вселяют в комплекс, и мы в какой-то момент начинаем думать о том, что никто это не будет покупать. Никто вообще... Ну, то есть это никому не надо, потому что все наши родные и близкие хотят на халяву. Ну, это же понятно. Все наши знакомые хотят на халяву. Это же понятно. Сколько, блин, анекдотов по этому поводу есть. Я про фотографа просто недавно тоже считала. Да, июля, ля-ля-ля, 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 ля-ля, 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 с июля, 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 вот. Подключайтесь вы сразу, да, с июля живые лекции. Ну, как живые? Вот они такие же будут, вот. И, соответственно, как нам бороться вот с этим, ну, как бы навязанным комплексом, да, неполноценно? Все очень просто. Просто верить и перепрыгнуть. Просто перепрыгнуть. Просто для себя решить – это не мой клиент. И перепрыгнуть. То есть работать, по сути, с незнакомыми людьми. Потому что очень редко, прям в крайних случаях, твои, не знаю, знакомые люди, там, сослуживцы, с кем ты работаешь, они готовы платить. Очень редко. В большинстве… Я даже рассказывала на одном из курсов такую, знаете, схему. Ну, типа, с кем ты живешь? Ты работаешь бесплатно. Ну, то есть вообще ничего. Потом, соответственно, с кем, кто у тебя, там, дальние родственники, работаешь за себестоимость, близкие друзья, работаешь за себестоимость. И есть какая-то уже там друзья друзей, например, ну, грубо говоря, третий круг, да, которым ты от цены, например, делаешь скидку. Ну, вот. Я там просто отвлекаюсь на то, что читаю. И потом ты делаешь скидку в какой-то момент. Я прям раньше вот рассказывала про круги. Сейчас я достаточно просто говорю о том, что… Лена пишет, что я супер. Лена, спасибо огромное, да. Что надо просто перешагнуть их. Вот просто понять, что он, во-первых, небольшой круг. И его сложно очень, как бы, расширять. Что, я должна ходить, знакомиться со всеми? Раньше… А, помните, был Гербалайф, да? То есть ходили, все знакомились, типа, хочешь похудеть, расскажу тебе как, спроси меня, как, что-то такое. Вот. Да, мы ходили и знакомились. Ну, блин, это реально не всем подходит. Я просто времени пожалею столько ходить и знакомиться. И поэтому сейчас есть огромный, огромный плюс – это интернет. Взял в интернет, выложил, соответственно, и тебе не надо знакомиться. За тебя интернет ходит и знакомится. И там не надо на это столько времени тратить. Там мы тоже, там мы готовим шаблончики. Я буду рассказывать, как мы их там перекидываем, мы там делаем рассылки, мы там делаем то, мы там делаем это, мы там с людьми работаем совсем по-другому. Вот. Так. Мария пишет, что моя подруга, когда узнала, что я хочу начать печь, сказала, что я что, ненормальная, за такие деньги торт заказывать. Да, да, в большинстве случаев так и есть. Еще раз, перешагиваем. Вот прям реально перешагиваем. Просто нам надо выйти на тех людей, кто нас не знает. И это вживую очень сложно, да? А интернет нам позволяет это сделать достаточно просто, легко и, я бы сказала, недорого. Вот. Ольга пишет, когда начинаешь продавать за деньги, у нас сразу должен быть прайс-лист. Есть несколько вариантов тортов, десертов уже отработанных, поверенных. И если попросят тот, который я не умею делать, что делать и отказывать или не отказывать. Оль, отвечаю тебе. Прайс-лист должен быть, да? На курсе тоже рассказываю, как его оформить. Там есть такой пункт у нас с тобой про прайс-лист. Вот. Где только вот он? Во втором блоке он у нас с тобой. Вот, да? Его надо оформить правильно и подготовить торты, десерты, которые уже у тебя есть. Соответственно, и дальше, да? Твоя задача – привлечь клиента. В большинстве случаев мы декор делаем тот, который мы не делали, а начинку делаем вариант того, что мы уже делали. Вот. Да? И поэтому по декору тебе всегда каждый раз будет невероятный, значит, сюрприз. Вау! Надо же, что вы хотите. Вот. И где-то года через 3-4 только наконец-то ты все переделаешь. И то в этот момент вдруг у нас оказывается, что мода поменялась, и теперь мы делаем что-нибудь вообще другое, да? То есть по декору вообще какое-то бешеное количество всегда всего. Вот. Поэтому по начинкам, а вот по начинкам, то есть по декору всегда все новое. Ты реально оцениваешь, ты это справишься или не справишься. Вот. Да? На всякий случай, и это тоже буду рассказывать, снижаешь ожидания. Ну, то есть там есть схемы, как с этим делать. А вот по начинке ты реши, надо тебе или не надо. Вот. Есть у тебя, как бы, время отрепетировать его, хотя бы сделать разок или нет? И пойдет ли он дальше? Насколько он вообще будет продавабельный? То есть насколько это вообще часто спрашивают? Понимаешь? Я бы не рекомендовала. Вот отработала, не знаю, 5 рецептов, и работаешь, 5 рецептов продаешь. Декор там, соответственно, тоже в рамках того, что тебе нравится, да? К чему у тебя способности? Потому что тут ведь не только то, что я тоже петь люблю. У меня, может, способностей нет петь, да? Ну, к тому, что получается, ты это и продаешь. Вот. И об этом всем я там и рассказываю как раз. Вот, да? Соответственно, потом ты решила, что тебе нужна начинка. Часто спрашивают, например, ты ее отработала сама, как тебе комфортно, во время, в которое тебе комфортно? Не в панике, потому что у тебя торт сейчас уже заказывают, он у тебя не получается или там какой-нибудь а-а-а-а-а. Да? Да? Ты его отработала, ты поняла, сколько он стоит, выгодно ли тебе его делать. Потому что, блин, как ты можешь брать деньги? Ну, то есть, видела, мы же это вот все с вами зачем все проходили-то? К чему у нас сегодняшнее было занятие, девочки? Вот, да? Да? И ты должна это все посчитать и понять, тебе вообще выгодно его работать. Может, тебе не выгодно его работать? Понимаешь? Может, у тебя какие-нибудь там начинки какие-нибудь. У меня есть тоже на курсе по выпечке, там, фисташковый торт. И у меня все пишут, Оля, что делать? Я говорю, ну, товарищи, блин, он был сделан тогда, когда можно было покупать фисташковую пасту. А сейчас нет. Вот. А, хочешь заказать торт, закажи. Да, так, Валентина, племянница сделала торт, примерно посчитала, сколько на продукты ушло, сколько времени ушло, и сказала, не, я лучше у тетки буду заказывать. Ну, скорее всего, если она у кого-то заказывает, и там получилось дешевле, там говняшка какая-то. Не хочу вас расстраивать. Или человек в минус работает, кстати, тоже как вариант. Как вариант, любовь, до свидания, пока. Да, все, вышлю. Олеся. Соседка даже здороваться перестала, сказала, когда ты сказала, да, что торты на заказ перешла печь. Да, да, да. Ладно, дорогие мои, итак, да, жду, соответственно, всех на своем курсе по формуле денег, для того, чтобы мы с вами не просто научились считать, а еще было кому продавать, чтобы был у нас постоянный поток клиентов, которые мы будем с вами формировать таким образом. Мы будем работать с вами с Инстаграмом. Мы будем настраивать и делать интереснейшую, красивейшую, замечательную, да, тексты, фотографии. Научимся обрабатывать. Все буду подробно, подробно рассказывать. На все будут схемы, на все будут картинки. Все сможете пересматривать тысячу раз, да. Как писать, что писать, что должно быть здесь. Как работать с возражениями. Что отвечать людям, которым дорого. И так далее, и так далее. Вот, да, и будет блок, это живые лекции по, спасибо, спасибо, Леночка, да, вот, и будет блок, живые лекции конкретно про продвижение, все виды продвижения, все виды, что это продвижение, поиск клиентов, чтобы тебя узнавало как можно больше людей. Это вот как раз, как сказать, ходить в гости, да, то есть, соответственно, чтобы как можно больше людей у тебя всеми возможными способами, какие только вообще в принципе есть. В принципе, так, у нас с вами два тарифа, сейчас до тарифов долистаем, да, у нас с вами два тарифа, тариф я сама, то есть ты все смотришь, все делаешь и все. Вот, или тариф за ручку с Олечкой. Для вас зеленые цены 1450 и 1950, это ваша цена прямо, цена. Это первый поток, первый поток, мне надо хорошие результаты, я буду стараться, вы тоже будете стараться, вот, я хочу, чтобы у вас были офигенные результаты, чтобы был прям образец. Соответственно, я планирую стоимость этого курса довести, кстати, тысяч до 10-15, потому что это, потому что это стоит столько, реально. Вот, и для того, чтобы вам забронировать место, для брони места, нажимаем кнопку WhatsApp, да, вам нужно внести тарифе я сама 500 рублей, и в тарифе за ручку с Олечкой 900 рублей. Вот, для этого нажимаем кнопочку WhatsApp и пишем я сама, или пишем за ручку, вот, да, или же записываем номер телефона и пошли советоваться с мужем, с сестрой, с братом, с дочерью. Вот, так, дальше Ксения пишет, как посчитать стоимость за 1 килограмм торта? Очень просто, считаешь, сколько стоит у тебя торт, делишь на количество килограмм и получаешь стоимость за килограмм, все достаточно просто. Так, солнышки, но я вижу, что вопросы уже заканчиваются, поэтому всех люблю, всех целую, давайте прощаться. Мой WhatsApp запишите, 916 080 1835, это рабочий WhatsApp, если вы меня не отвлекаете, поверьте, если я не могу отвечать, вот он у меня стоит на беззвучке, я и не отвечаю, пишите хоть ночью, хоть утром вспомнили, пишите, решили, что все вам надо, пишите, потому что это реально, ну, такого курса еще нет у нас, про деньги, такого объемного, огромного курса конкретно для кондитеров, а я кондитер, я, кстати, только кондитерам могу рассказывать, не знаю, может быть, через годик-другой, может быть, буду учить кого-то еще зарабатывать, но я только умею на тортах зарабатывать, поэтому на тортах и буду рассказывать, как это делается, вот, да, бронируйте место, если даже, опять же, ночью вопрос какой-то всплыли, вспомните или забронируйте, у вас, кстати, у всех, кто в формула денег, таблица входит в стоимость, у вас она есть, да, да, те, кто оплатят сегодня у меня, те, кто успеют и забронируют по этой цене волшебной, вы сегодня уже таблицу скачаете, сразу же, она уже есть, она уже готовая, все остальное в работе, а она уже есть, она уже прям вот, вот, да, ну, то есть это я к чему, что таблица 350 рублей, а вон тариф я сама полторы тысячи, вот, понятно, отлично, так, что там, кто-то видит мои вопросы еще, пишет, давайте, я подожду, я вообще не тороплюсь, если что, у меня до шести есть время, а сейчас у меня полпятого только доходит, шесть у меня созвон с диетологом, вот, начинающий кондитер, конечно, подойдет, в данном случае, чем ты раньше начнешь, тем ты все правильно сделаешь, ты не будешь тратить время на поиски, ты не будешь тратить время на то, чтобы попробовать то или другое, да, ты получишь четкую инструкцию, как тебе зарабатывать, понимаешь, и как тебе зарабатывать сразу много, как раз чем ты раньше это, ну, как бы сделаешь, тем лучше, вот, да, потому что, ну, что ты начинаешь, тебе не надо продавать, что ли, или что, тебе надо там, не знаю, сидеть с тремя клиентами, чем у тебя больше, ну вот представьте себе, у меня все же уже ответили, да? Все представили, как вы себя будете чувствовать, если у вас будет много заказов. Просто у меня всегда было много заказов, у меня вопросов с рекламой вообще нет, понимаете? У меня всегда много заказов, всегда, всегда толпы заказов, но это все только потому, что когда-то там тысячу лет назад я позанималась с Богданом, понимаете? Мне повезло, я хочу, чтобы вам тоже повезло, чтобы у вас тоже была возможность иметь огромное количество заказов. Ну, ты начинающий кондитер, тебе пришло 30 заказов, ты понимаешь, что можешь сделать 5. Ты говоришь, вам не могу, а вам могу, но ты остальные можешь посоветовать кого-то, договориться за процент, просто не делать, или делать пока, например, может быть, ты начинающий, но хороший кондитер, может быть, ты много всего успеваешь делать. Вот, да, и этих 5 ты спокойненько делаешь и, там, не знаю, поднимаешь стоимость, еще что-то, вот. Но, скорее всего, когда мы даем рекламу, я буду рассказывать вам, как ее правильно давать, когда мы рассказываем, когда мы… Ну, реклама – это просто посты ты даже публикуешь, да. А люди, когда видят торт, они такое и заказывают. То есть, ну, чаще всего люди, ну, как бы достаточно стандартно мыслят в этом вопросе. Поэтому, скорее всего, тебе прям такие торты, какие у тебя, такие и будут заказывать. Вот. Солнышки, мы еще раз повторяю. Кто торопится, люблю, целую. Запись все равно вышлю, не переживайте. Запись только попозже, а презентацию, вот, ну, вот, буквально тут. Прямо 5 сек и вышлю. Закончим только. Олеся, ну, вот ты что, ты писала, писала и перестала писать. Все, я теперь расстроюсь сейчас. Вот. Так, и какие вопросы еще? Так. А, Олеся, я тебя вижу. Наталья, я тебя вижу. Анастасия, не вижу. Наталья, тоже вижу. Да. Все, всех вижу. Всех вижу. Спасибо, спасибо, солнышки. У меня позитивное, потому что я кондитер. Я считаю, что кондитеры вообще все, они как бы вообще позитивные очень. Мы с тортиками работаем. Мишек лепим, зайчиков. Вот. Где там, подождите, я вам подвинуть хотела, а не в ту сторону. Эть, 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 эть. Вот, там, все там. Да, у нас работа-то как милая, милая и замечательная. Мы вообще, я не знаю, радость дарим людям в конце концов. Не знаю, праздник, там счастье и так далее. То есть все прям самое лучшее, замечательное и так далее. Понятно? Ладно, все, буду прощаться. Люблю, целую. Всем пока. Сейчас я буду искать кнопку выход. Сейчас все. Да, кнопку выход. Шлю запись, да, завтра, а презентацию сегодня. Сегодня надо забронировать все. Давайте по кассике. Завершить. Так, и мой любимый YouTube тоже завершить. А, у меня Миктор Амельникова здесь смотрит. Все.